Зеленый новый курс провалился. В 2021 году Байден помпезно залил в экономику несколько триллионов долларов для зеленой перестройки Америки. Леворадикальная свита Белого дома называла это чуть ли не повторением масштабных реформ Рузвельта и новым курсом 2.0. Прошло три года. Эффект от зеленого курса Байдена почувствовали на своей шкуре буквально все американцы. Необеспеченные вливания привели к сильнейшему инфляционному шоку за 40 лет, а цены на топливо так и вовсе удвоились. А вот с достижениями все гораздо сложнее. Только 17% из выделенных денег были как-то потрачены. Остальные продолжают мотаться между федеральными ведомствами и компаниями-подрядчиками, делая проценты для хедж-фондов типа BlackRock. Зеленая революция утонула в бюрократии и вашингтонской коррупции. Сыграла роль и геополитическая нестабильность, ведь гранты и субсидии выделялись под создание ветряков, панелей и батарей в США. При этом 90% рынка зеленых технологий контролирует Китай. Попытки импортозаместиться успехом не увенчались, как и создание фабрик по выпуску чипов. Из-за того, что был утерян опыт и технологии сроков, запуски откладываются до 30-х годов. Ну а Трамп на этом фоне уже открыто борется и собирает пожертвования от нефтяных гигантов США в обмен на сворачивание зеленой повестки. Но демократы не унывают и наверняка в следующей конденции будут тратить уже не триллионы, а десятки триллионов, лишь бы довести зеленую постройку Америки до логичного финала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok